Бисм الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يدلل فلا هاديا لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكلا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Сегодня, إن شاء الله, я расскажу вам одно из изречений Пророка صلى الله عليه وسلم Расскажу одну историю, которую рассказал нам наш Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم Раз эту историю рассказал Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم Это на что указывает? Что эта история правдивая, так ведь? Потому что наш Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم Он никогда не лгал Он был ассадик уль-амин Правдивый человек, только правду говорил И он был тем, кому можно было довериться Такими качествами были качества нашего Пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم Что значит можно было довериться? Допустим, у тебя есть какая-то дорогая вещь И ты куда-то уезжаешь или хочешь оставить кому-то эту вещь Ты кому оставишь? Человеку, который халатно относится к вещам Может потерять, может сломать Или ты знаешь, что человек амин Достойный доверия, заслуживает доверия И вот такому человеку, если ты оставишь Ты знаешь, что он будет ее хранить Бережно к ней относиться Никогда не сломает, не порвет и так далее Кому вот ты, Абдулла, оставишь вещь? Первому или второму? Второму Второму, так ведь? Вот наш Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم Был амин Тот, кому можно было довериться Заслуживающий доверия Если он что-то говорил То он говорил то, что ему Аллах Субханаху Аталя внушил говорить Как Аллах Субханаху Аталя в Коране сказал Он от себя не говорил И если Мухаммад صلى الله عليه وسلم Рассказывал какие-то истории Которые когда-то произошли Или говорил о том, что когда-то будет То это только правда Мы должны в это верить Если они достоверные, то мы должны в это верить И вот я хочу вам сегодня прочитать Или рассказать такую историю Которую нам рассказал Мухаммад صلى الله عليه وسلم Это одно из его изречений Как называется изречение пророка صلى الله عليه وسلم Кто знает? Как называют слова Мухаммада صلى الله عليه وسلم По-арабски? Хадис Хадис То, что сказал Мухаммад صلى الله عليه وسلم Называется как? Хадис Хадис Так вот, хочу рассказать вам один хадис Или прочитать на арабском и перевести для вас Он длинный Мы его заучивать не будем Но из него ученые очень много пользы выводят Говорят, что в этом хадисе содержится Очень много полезных выводов И поэтому вы должны внимательно его слушать Потому что на следующий урок Мы будем говорить о полезных выводах Которые извлекаются из этого хадиса Этот хадис приводит имам Аль-Бухари Это один из ученых нашей общины Имам Аль-Бухари Также имам Муслим Это также один из ученых Хадис приводит Сахабий Сподвижник Которого звали Абу Хурайра И сказано Передается от Абу Хурайры Да будет доволен им Аллах От нашего пророка Не разговаривал никто в младенчестве Или же в колыбели Кроме трех Смотрите Может ребенок, который только родился Который еще сосет грудь матери Питается молоком Лежит в колыбели Умеет он разговаривать или нет? Нет Но были исключения Были те, которые разговаривали Представляете? Маленький ребенок И уже разговаривал Пророк, саламу, сказал, что такие были И сказал, таких было три Сказал Иса бну Марьям Один из них Это пророк Иса Сын Марьям Об этом сказано в суре Марьям В Куране Но также еще один Тот, кто разговаривал в младенчестве Пророк, саламу, сказал И тот, кто разговаривал с джурейджем Значит, еще был какой-то младенец Который разговаривал с джурейджем Кто такой джурейдж? Сейчас мы об этом скажем, иншаллах Кто это был? Мухаммад, саллиллаху, алейху, ассалям Говорит Джурейдж Это был мужчина Который поклонялся Аллаху Много поклонялся Аллаху Что значит поклонялся Аллаху? Как можно поклоняться Аллаху? Совершать намаз Так? Так Еще как можно Аллаху поклоняться? Читать Куран Куран можно читать Это тоже поклонение Еще как? Дуа делать От дуа Голь аибада Дуа это и есть поклонение Сказал Мухаммад, саллиллаху, ассалям Еще как? Намас Сказал уже Юсуф Еще как? В месяц Рамадан, допустим Мы что делаем? Уразу держим Так ведь? Все это поклонение То есть все дела Которые любит Аллах И которыми он доволен Скрытые, явные Все это считается поклонением И вот Джурейч Был таким человеком Таким мужчиной Который много поклонялся Аллаху Праведным человеком был Фаттахаза саума'атан фа кана фиха И он построил для себя келью Келья это такое место Куда люди уходят Поклоняться Аллаху И чтобы никто им не мешал Потому что иногда человек читает намаз Допустим Кто-то к нему приходит Тогда пойдем туда Давай сделай то Он хочет прочитать намаз Его мешают Или он делает зикры Его отвлекают Он делает дуа Кто-то ему что-то предлагает Так ведь? Бывает же такое А если человек куда-то в сторону уйдет Где нет людей Отдалиться от них Он сможет спокойно поклоняться Аллаху Зикры делать Кур'ан читать Намазы читать Понимаете? И поэтому Джурэйч Он взял себе келью Вот такое место Где уединяются Уходят подальше от людей И поклоняются единому Аллаху Она называется келья Называлась келья в то время И вот он в таком месте Поклонялся Всевышнему Аллаху Где-то вдалеке от людей И однажды Фаататху уммуху ахваю салли Пришла к нему его мама В то время как он читал намаз Значит что-то маме нужно было Что-то она хотела от него Может быть помочь Может быть совет какой-то дать Или еще что-то Но мама что-то хотела И пришла к нему И позвала его Фаататху Она сказала Я Джурэйч О, Джурэйч Обратилась к нему И Джурэйч услышал Читал намаз Но он услышал слова мамы Что мама его зовет И сказал Фаатхаль Я Робби Умми вас аляти Сказал О мой Господь Читая намаз Мама или намаз Ответить маме Или продолжить намаз читать Задумался Он читал дополнительные намазы Не фарзы Дополнительные намазы Что? Сейчас мы иншаллах об этом Вот это ты запиши себе Вот это можешь сразу себе записать То что Если человек читает дополнительный намаз То нужно послушать маму И даже разрешается прервать намаз Но об этом О всех вот этот полезный вывод Который ты извлек Об этом обо всем Мы будем иншалла На следующем уроке говорить Сегодня вы просто послушайте Постарайтесь запомнить Эту историю Для того чтобы потом Извлечь из нее полезные выводы Так вот он сказал Подумал про себя Намаз или мама Фаакбали аля салатихи Фансарафат И решил нет Я все таки продолжу читать намаз И не отозвался маме Промолчал И его мама ушла Фа лям макана мин алгади А атетху ва хвою салли На следующий день Снова пришла к нему его мама И опять он совершал намаз То есть видите как много-много Когда мама не приходит Он намаз читает Мама не приходит Он намаз читает В наше время У нас мама в комнату заходит Мы играем Через час мама в комнату заходит Мы лежим отдыхаем Еще какое-то время проходит Мама опять заходит Мы опять чем-то занимаемся Мало поклоняемся Аллаху Нужно больше намаза читать Больше куран читать Больше зикры делать Всевышним Чтобы нам больше награды записалось Чтобы по причине этого Зайти в рай И вот джурэйч Он много-много поклонялся Понимаете что значит Был абид Значит много поклонялся Аллаху Так вот опять На следующий день Мама приходит Говорит Я джурэйч О джурэйч Зовет его Фа каль И он сам про себя думает О мой Господь говорит О Аллах Намаз дальше читать Или ответить маме Спросить что она хочет Задумался снова И снова сказал Ладно останусь намаз читать Не буду маме отвечать На следующий день Опять Пришла к нему мама Он опять читает намаз Она опять к нему говорит Опять он задумался Маме ответить Или же намаз Фа акбаля аля салатихи И снова намаз Продолжил читать Фа калят Тогда его мама Немножко разгневалась Каждый день я прихожу Зову его Зову Он не отвечает Читает и читает намаз Не отвечает Не отвечает Разозлилась и сказала Аллахумма Ля тумитху Хатта янвурай Ля уджухи Льму мисад Такое дуа сделала Сказала О Аллах Пусть он не умрет До тех пор Пока не посмотрит На лица блудниц Блудницы Это такие женщины Которые Неправильно себя ведут Нехорошо себя ведут Мы знаем Наши сестры мусульманки Они должны обладать Определенными качествами Так ведь Какими качествами Мусульманка должна быть Какая Скромная должна быть Должна быть скромная Что должна носить Платок Хиджаб Широкое платье Так ведь Длинное платье Должна быть скромной скромной, не разговаривать со всеми мужчинами, которые окружают на улице и так далее. То есть мусульманка должна быть такой, должна беречь себя, быть воспитанной. А блудницы это невоспитанные, плохие, которые со всеми разговаривают, с мужчинами разговаривают, могут даже платок не носить, могут даже намазы не совершать. То есть такие женщины плохо воспитанные, понимаете? И мама, когда разгневалась на Джурейджа, разозлилась, она сказала, пусть Аллах так сделает, что ты в своей жизни когда-то посмотришь на блудниц, вот увидишь, чтобы ты встретился с такими плохими женщинами. Смотрите, какое дуа мама сделала. То есть так разозлилась на него и сказала, раз вот ты так делаешь, пусть Аллах тебя накажет тем, что ты увидишь таких женщин плохих, чтобы ты посмотрел на них. Поняли? И он так много поклонялся, что Бану Исраиль, сыны Исраиля, народ Джурейджа, или племя Джурейджа, можно сказать, с которым они вместе жили, они начали про него говорить, что вот, о, есть такой Джурейдж, он так много поклоняется, так много намазы читает, зикры делает, он вот там у него есть своя салма, своя келья. Что такое келья, Сулейман? Место, куда уходят, уединяются, чтобы спокойно Аллаху поклоняться, что вот он даже там один поклоняется, чтобы кто-нибудь ему не мешал и так далее. Понимаете? Начали про это говорить. Вот он такой праведный, он очень богобоязненный, невозможно его сбить и тому подобные вещи. И дальше пророк, саламу, говорит, и в этом народе была одна женщина, вот такая же блудница, невоспитанная, которая плохо себя ведет, одевается неподобающим образом, может быть, даже с мужчинами разговаривает, может быть, даже трогает. Вы знаете, у нас в шариате Всевышний Аллах, Субхану Хуаталя, мужчинам запретил трогать чужих женщин. Некоторые приходят и здороваются за руку, как вот мы, мужчины, здороваемся друг с другом, мы говорим, ассаляму алейкум, руку даем. Некоторые с женщинами так здороваются, так нельзя делать. В школу, допустим, вы приходите, и какой-нибудь девочке из вашего класса даете руку, вы говорите, ассаляму алейкум, так нельзя делать. Мужчине нельзя дотрагиваться до чужой женщины. А если это блудница, невоспитанная, она может спокойно дать руку кому-то, с кем-то поздороваться, может даже обнять, может даже поцеловать. Ау-зубиллях. Вот это что? Блудница, невоспитанная девушка. И вот такая была в народе джурейджа одна. И когда сказали, что джурейдж такой праведный, богобоязненный, что она сказала? «Калят инши-тум ля афтинаннаху». Если вы хотите, я сейчас его совращу, сказали. Я сейчас что-нибудь сделаю, что он ослушается, перестанет быть богобоязненным. Я как-нибудь приду к нему, красиво оденусь, скажу. «Давай, обними меня или еще что-нибудь сделай, поцелуй меня и так далее. А слушайся Всевышнего Аллаха. Для меня это легко, я же красивая». Потому что даже сказали, что она была такая красивая, «Ютамэссалюбиха», что приводили пример. Иногда человек такой красивый, говорят, он красивый, как такой-то, такой-то. То есть, если человек красивый, и уже известен он среди людей своей красотой, говорят, он красивый, как Мухаммад, допустим. Он красивый, как такой-то, такой-то. И вот была такая невоспитанная женщина, блудница. И даже говорили, что, допустим, такая девушка, она красивая, как вот эта блудница. То есть, настолько красивая она была. И поэтому она подумала, что сейчас она легко этого джурейджа совратит. Что-нибудь сделает, что она слушается Аллаху Суханаху Аталя. И пришла к джурейджу, явилась к нему. Но джурейдж, он был поклоняющимся Аллаху. А когда человек много хороших дел делает, эти хорошие дела помогают ему. Иман у него повышается. И этот крепкий иман помогает ему отдалиться от харама. Как стена, таква, викая. И поэтому, что джурейдж даже не посмотрел на нее. Она пришла такая красивая, вся разоделась перед ним. Думает, сейчас я его соблазню, сейчас что-нибудь сделаю и так далее. А он даже на нее не посмотрел. Он думал об Аллахе, что надо единому Аллаху поклоняться. И только его слушать. Только ему покоряться. Даже не обратил на него никакого внимания. Дальше Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Тогда она пришла к пастуху, который иногда укрывался в келье джурейджа. Где джурейдж намазы читал, поклонялся. Иногда рядом там пас свой скот пастух. И иногда заходил в келью джурейджа тоже. Чтобы, может, если дождь был или еще какие-то, допустим, чтобы укрыться там, тоже заходил. И однажды пастух, когда был в келью джурейджа, вот эта женщина невоспитанная, блудница, зашла туда и вступила в запретные связи с этим пастухом. Совершила прелюбодеяние. Прелюбодеяние – это очень большой грех. Называется по-арабски зина. Это когда мужчина и женщина не прочитали никак и уже вместе живут. Чтобы мужчина и женщина могли вместе жить, Аллах по шариату им что велел? Никах прочитать. Так ведь? Если, допустим, парень вырос уже и хочет иметь совместную семью, совместных детей, он должен прочитать Никах. После того, как он прочитает Никах, они становятся мужем и женой и вместе живут. Если же не прочитали Никах и вместе начинают жить, мужчина и женщина – это называется зина, это грех. Аллах это не любит. Называется прелюбодеяние. И вот эта блудница совершила прелюбодеяние вот с этим пастухом, который пас там овец. И у них родился сын со временем. Вот у этой женщины. Когда родился у них сын, она сказала, сказала, папа этого сына Джурэйч. На самом деле кто был папа? Пастух. Так ведь? Она сказала, нет, папа Джурэйч. Говорит, это Джурэйч грех совершил. Это Джурэйч сделал зина. Это он не по закону. Без Никаха жил со мной. Это он неправильно поступил. Он грешник. Это Джурэйч. И на него хотела все свалить. И так сказала. Сейчас узнаем, что Мухаммад сказал. И тогда люди, его народ, когда это услышали от нее, пришли к Джурэйчу, велели ему спускаться вниз, сказали, спускайся со своей хижины, спускайся со своей кельи. Что сделали? Сломали, разрушили полностью это место, где он поклонялся. Начали его бить. Начали его стукать, ударять все вместе. На что Джурэйч сказал. Что с вами? Что вы делаете? Он же даже не знал. Он даже думать об этом не думал, о грехе. Он поклонялся Всевышнему Аллаху. Когда кто-то к нему пришел, хотел соблазнить, он даже внимания не обратил. Дальше читал намаз. Или поклонялся Всевышнему Аллаху. А тут вдруг пришли люди, разрушили это место, где он поклонялся. Начали бить его, начали кричать, ругаться. Велели ему спуститься. Он говорит, Маша, ну ком, что с вами? Что вы делаете? Почему? В чем причина? Ему сказали, Сказали, ты вступил в связь, ты без никаха жил с такой-то, с такой-то блудницей, вот этой невоспитанной. И поэтому у вас ребенок есть вместе. На что он сказал, А где этот ребенок? Ну-ка, покажите мне этого ребенка. Ему привели этого ребенка, младенца, который еще даже разговаривать не умел. Младенец умеет разговаривать или нет? Нет. Все видели младенцев маленьких? Что они делают? Вот так. И все. Максимум, что они делают. Не кушают. Не спят. Когда привели, он сказал, Оставьте меня, дайте мне время, я хочу совершить намаз. Тяжелая ситуация у него. Смотрите, его обвиняют в грехе, он его не делал. Он не знает, что делать. Кому обращаться в такой ситуации? Что вот он выбрал? Быстрее бежать к папе? Быстрее маме что-то говорить? Кому-то звонить? Друзьям? Помогите мне? Или что мусульманин в первую очередь делает? К Аллаху Сухаму. Говорит, дайте мне намаз прочитать. Сейчас мой Господь мне поможет, я знаю. Надо прочитать сначала намаз. Тяжелая ситуация. Все против него, а он что? Дайте мне совершить намаз. Все. Но об этом мы еще скажем, иншаллах. Фасалля фалямман сарафа ата сабия фата'ана фи батнихи. Когда он совершил намаз, взял этого младенца фата'ана фи батнихи. Так, ткнул его немножко в живот, или ударил тихонечко в живот. Вакали сказал, я гуляму ман абук. К маленькому младенцу обращается и говорит, о мальчик, кто твой отец? Кто твой отец? Давай скажи правду. Каля, и этот маленький младенец говорит, фуляну раи, пастух, который пас овец рядом с твоей келью, вот он мой папа, говорит. Правду сказал, как есть. Смотрите, маленький младенец никогда не разговаривает, и заговорил. Почему? Потому что Аллах ему позволил в этот момент заговорить. Все в руках Аллаха. Если Аллах захочет что-то сделать, он говорит, кун, и это становится. Тот скажет, никогда младенцы не могут разговаривать. Могут, если Аллах, Субханахваттали, этого захочет. Человек может полететь по небу? Летают люди или не летают? Не летают. Но может полететь или не может? Может. Если? Если Аллах это захочет. Даже в небо может залететь человек. По воде может пройти человек? Если Аллах это захочет. Аллах над каждой вещью мощен. Все, что захочет, все делает. Младенцы разговаривают или нет? Нет. Но если Аллах захочет и скажет ему, повелит ему, говори, может. А земля, по которой мы ходим, может говорить или нет? Может. Может. Кто-нибудь слышал из вас? Нет. Но может она заговорить? Да, может. Может. А заговорит или нет когда-нибудь? Да. Когда? Когда захочет он день. Судный день. Аллах, Субханаху, Аталя, сказал. Дальше. И в тот день земля начнет рассказывать то, что происходило на ней. Кто поклонялся Аллаху? Кто не поклонялся Аллаху? Земля, по которой мы ходим, начнет разговаривать и рассказывать людям. Рассказывать о том, кто был грешный, кто был правильный, что происходило на этой земле и прочее. Понимаете? Важно, что если Аллах захочет, Аллах может все. Если Аллах захочет, это произойдет. Точно так же здесь. Дюрейч. Взял этого ребенка, немножко ударил его по животу и сказал, кто твой папа? Он сказал, фулян уррай. Мой папа пастух. Мой папа пастух, который там пас, овец. Это этот пастух совершил этот скверный поступок и грех, а не дюрейч. Тогда эти люди фаакбалю алла дюрейджин. Все направились к дюрейджу. Быстрее побежали. Юкаббилюнаху. Начали его целовать. Смотрите, такое увидели. Никогда младенцы не разговаривают, а здесь заговорил. Сказал, чудо какое, субханаллах. Быстрее начали целовать дюрейджа. Уэтамасаху набихи. Начали тереться об него. Наверное, барракад есть и, наверное, еще что-то есть. Видите, как люди сразу, какое-то чудо, сразу начинают какие-то действия делать непонятные. И сказали, давай мы тебе новую келью построим из золота. На что дюрейдж, скромный человек, аскетичный, что сказал? Сказал, не надо. Сказал, построите ее из глины, такой, как она была. Не надо мне золота вот этого всего. Постройте, как было. Они так и сделали. Построили такую, как она была из глины. И на этом эта история заканчивается. Затем в этом же хадисе пророк, саллиллаху, алейху, ассалям, упоминает третьего младенца, который также разговаривал. Первый был кто? Напомните ко мне. Аиса бну Мария. Второй? Сохибу дюрейдж. Младенец, которого попросил, спросил дюрейдж, кто твой отец? И он ответил. Третий был младенец, о котором также в этом хадисе сказано. Вкратце я вам расскажу, что однажды мама кормила своего маленького младенца. И мимо них проезжал всадник. Красивый, высокий, на хорошем коне. И мама, когда увидела такого прекрасного молодого человека, сказала, о, Аллах, сделай моего сына таким же, как он. На что этот младенец оторвался от груди, перестал кушать и сказал, о, Аллах, не делай меня таким, как он. И снова начал кушать. Затем мимо этой женщины провели девушку, которую говорили, она украла, она прелюбодействовала, она плохая, как будто хотели сказать, что она блудница тоже. И так далее. На что эта мать сказала, о, Аллах, не делай моего сына таким, как она. На что он опять оторвался от груди и сказал, о, Аллах, сделай меня такой, как она. Маленький, маленький младенец, который молоко пьет. Затем мама начала с ним разговаривать. Говорит, почему, когда вспомнили первого человека, ты сказал, не делай меня таким, как он. А когда упомянули вот эту вторую, ты сказал, сделай меня таким, как она. Он сказал, потому что первый был высокомерный, несправедливый человек. Он занимался беззаконием, несправедливо относился к людям. И поэтому я сказал, не делай меня таким, как он. А вторая, про нее говорили, она плохая, она такая, она сякая, но это была неправда. И поэтому я сказал, сделай меня таким, как она. То есть, несправедливо к ней отнеслись. Так бывает. То, что про человека говорят, он такой, он сякой, он плохой, он бедачик и тому подобные вещи. А на самом деле, Далиля нет у них никакого. Абсолютно. И это был третий младенец, который, Порок, саламу, упомянул в этом хадисе, который разговаривал во время в Колыбеле, если так можно сказать, в Колыбеле. Вот это достоверный хадис. Вот это история, о которой нам рассказал Мухаммад, саляму, алейху, саляму, история Джурейджа. Какой он был, как он поклонялся, что случилось. Вашим домашним заданием на следующий урок является выписать полезные моменты. Что вы поняли? Вот, допустим, Абдуль-Халик пример привел. Сказал, если человек читает нафель намаз, желательный намаз, то лучше ему ответить маме, нежели читать намаз. Если мама зовет, маму слушать обязательно, ваджиб. И даже разрешается прервать намаз, если он желательный намаз, нафель. Это один полезный вывод, который он излег. Какой еще полезный вывод можно извлечь из этой истории? Юсуф? Хорошо. В трудном моменте нужно сначала просить Аллах. Просить Аллах, Субханаху Аталя. Правильно. Если ты в какой-то тяжелой ситуации оказался, в первую очередь единобожник просит Аллаха, Субханаху Аталя. Или читает намаз, как Аллах, Субханаху Аталя, сказал, ищите помощи в терпении и в намазе. Так и поступил Джурейдж. Это тоже один из полезных выводов, которые мы узнали из этого хадиса. Еще кто-нибудь сможет сказать? Вот вы дома еще раз вспомните эту историю, подумайте, как что было и выпишите полезные выводы, которые вы извлекли для себя. А мы на следующий урок проверим, правильно ли вы поняли, во-первых, те выводы, которые вы извлекли из этой истории. И если что-то забыли, я добавлю, еще вам расскажу. Договорились? Все? Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok